А теперь к оперативному совещанию, во время которого глава региона объявил о выплатах материальной помощи семьям погорельцев. Также во время заседания Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье появился новый министр внутренней политики. В правительстве Мурманской области новые лица. На свою должность вернулся Глеб Шинкарчук. В течение года он исполнял обязанности советника губернатора. Отвечал в том числе и за реформирование Печенского района в муниципальный округ. Во время оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что теперь Шинкарчук будет вновь трудиться министром внутренней политики. Глеб известен всем нашим коллегам, всем муниципалитетам. И уверен, что работа в тесной связке с Владимиром Васильевичем Евгеньковым даст те необходимые результаты, на которые мы все рассчитываем. И еще одного человека хочу представить. Это заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова. Она отвечает за тему Центра управления регионом. Центр управления регионом, к слову, теперь в автоматическом режиме отслеживает в том числе и уборку снега. Контролировать работу компаний стало гораздо проще. Во время обильных снегопадов дорожники трудились иногда и круглосуточно. Но в некоторых муниципалитетах все же работу необходимо усилить, считает губернатор Мурманской области. Я вижу через смут, что происходит. Точно надо поднажать. Точно по результатам этого нужно будет дополнительные выводы делать и решения принимать. Система, очевидно, работает лучше, чем в прошлом году, но не так, как хотелось бы, чтобы она работала еще лучше. Поэтому давайте следите за этим персонально и лично, чтобы все в городе убиралось. А вот отопительный сезон в Мурманской области этой зимой проходит без серьезных происшествий. Более того, число нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось вдвое. Таких показателей удалось достигнуть в том числе за счет оказания в 2020 году финансовой поддержки муниципальным образованием из областного бюджета в виде субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в размере 208 миллионов рублей. В том числе 49 миллионов рублей на обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей в отдаленных районах Мурманской области. Во время совещания Андрей Чивис также сообщил, что Мурманская область получила в подарок от федерального Минпрома сертификат на 20 горных лыж, 30 сноубордов, 3 ксилофона и 3 набора барабанов. Это оборудование передадут в спортивные и музыкальные школы региона.